Мы готовились к этой команде, да, именно на тренировке разобрали все, что они делают, и все сработало. Мне нравится, очень здорово, хорошо поддерживают. И да, мы сделали команду несколько ошибок, но игра была здоровская, и мы можем еще лучше, будем стараться. Это второй год в России, первый надежде, и все здорово, все очень нравится. Вы любите читать книги, как мы поняли? Да, очень нравится. А читали вы что-нибудь русских писателей, российских писателей? Я не читала, но недавно открыл для себя книжный магазин, и интересно, если бы было возможно понять наш могучий язык, а пока что нет. Ну, во-первых, я считаю, что любого соперника нужно уважать. Наверное, вы имели в виду, что это непосредственный конкурент за четвертую, пятую позицию на сегодняшний день, за четвертую. Конечно, да, в первую очередь, это был реванш для меня и для команды. То, что мы где-то в конце в Сыктывкаре проиграли, это ни о чем еще не говорило, поэтому важно было сыграть ту защиту, которую мы планировали, и она сработала. Спасибо всей команде, то, что они поняли, услышали меня, потому что не всегда получается. Да, были ошибки, но сегодня в защите 49 очков дать Сыктывкару забить, это для меня, это положительный результат, очень. Как оцениваете действия нового игрока, который сегодня провел достаточное количество времени на площадке? Успела ли она влиться в коллектив? Да, я понял. Я доверяю всем игрокам в надежде, но на сегодняшний день, то, что, понятно, она еще не вписана до конца, но психологически она очень уравновешенный игрок. Она знает меня, так как мы уже два года работали вместе, до 16 лет, она чемпионка Европы до 16, и на чемпионате мира. Поэтому знает всю мою систему, и ей было, ну, наверное, чуть проще сегодня играть. Хотя я, честно сказать, были волнения и переживала, что будет как-то немножко не так. Но она проявила себя с самой лучшей стороны, и надеюсь, дальше будет прогрессировать и помогать нам. Окончательные 40 минут прозвучало, и сирена тогда все. Я только расслабляюсь только тогда, только после сигнала. Не важно. Еще раз я говорю, что мне приятно играть против сильного соперника, умного. И сильного тренера. Вот что самое еще важное. Потому что Сан Саныч один из моих подпомощников по национальной сборной, и он, так сказать, очень-очень умный тренер. И, ну, для меня это, наверное, так сказать, и гордость, что я переиграл его сегодня. Спасибо большое. Александр Иванович, вот ваше мнение сегодня. Понятно, что в защите очень здорово сыграли, конечно, против Ники 49 очков, это топ вообще уровень. И Мусина сегодня, она, то, что она после травмы, она как-то до сих пор не вошла в колею. Это мы настолько с ней в защите здорово сыграли? Или это вот все вместе? То есть, ну, она, будем откровенны, да не показала, наверное, сегодня даже половину своих возможностей, не считая вот то, что она в конце там две атаки забила. Ну, я думаю, да, что ее 10 очков, которые вот эти, не считая эти 4, то есть, это заслуга команды еще раз. Мы против нее строили все, ну, так сказать, ну, наверное, на 70% против ее защиты. Конечно, и против командной защиты, но еще раз акцент делался на том, чтобы с ней за получение, с ней в посту, на сменах, с большим, то есть, чтобы большой с ней оставался, потому что она все же, по больших игроков не так сможет продавить, как, ну, Жедик, вот, или Мишу, вот. Поэтому, да, все было именно построено, но еще раз говорю, о девчонке молодцы, и защита сработала, вот это самое важное, командная защита. Все сыграли, ну, просто хорошо. Я не скажу, что великолепно, нет, есть к чему расти, есть к чему. Но то, что я еще раз говорю, что, то, что нам команда забила 49 очков, это плюс и положительный для команды, для нас всех, для клуба. Я скажу еще что больше, что мы, ну, я не знаю, какие там есть места, вот, но нам много не забивают. Поэтому по защите пока справляемся. Ну, да, примерно так. Вот, да, есть и хромает по нападению, но, еще раз говорю, что нужно чем-то компенсировать. Поэтому, вот, на сегодняшний день мы компенсируем защитой. Ну, и при этом, есть потенциал, чтобы нападение еще прибавлять? То есть, насколько оно у нас реализовано? Химия командная продолжается. Вот это вот, как я и говорил, что вливание одного игрока, оно все равно где-то что-то немножко ломает. Вот, я не думаю, что оно сломало много сегодня, но, в целом, коммуникация, она будет продолжаться весь сезон. И игроки уже, я скажу так, более чувствуют себя, более уверенно, более чувствуют и плечо партнера, вот, где, как играет, кто любит, в какой позиции играть. Ну, вот, эти вещи, то есть, они будут продолжаться, да. Я еще раз говорю, хочу улучшить нападение, но будем играть от защиты. Спасибо. Спасибо. Спасибо.